Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто» События и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов Выбило стекла, но все живы Утечка газа привела ко взрыву в квартире многоэтажки в Мозере Дерзкий и все отрицает Начался суд над беглым заключенным, который ранил трех милиционеров, когда те хотели его убить Задержать Обманом и силой правоохранители изобличили черных риэлторов, которые хитро отжимали недвижимость у одиноких людей Хотел пожить красиво и убил из-за этого таксиста Подробности дерзкого преступления из Калинковичей Когда кража, как гром среди ясного неба О задержании серийных домушников, репортаж Алексея Немкевича Можно ли защитить себя и свое имущество от вора и как не стать мишенью грабителя Поговорим с экспертом А также последствия редкого торнадо Авария на переезде и бык в ярости В рубрике «Я очевидец» Об этом в ближайшие полчаса на Беларусь 4 Как и всегда, начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю В Мозере на бульваре юности произошел взрыв газа Ударной волной в жилой комнате выбилось стекла Хозяин с помощью ручной газовой горелки и переносного газового баллона Обрабатывал на балконе тушку птицы В процессе работы он почувствовал запах газа И для устранения утечки занес баллон с горелкой на кухню, а сам ушел Спустя время в помещение зашла жена Она включила на кухне свет и пары газа воспламенились В результате хлопка выбиты стекла четырех оконных проемов Но хозяйка и хозяин квартиры не пострадали В Гомеле 79-летняя женщина пострадала из-за того, что пересекла дорогу Всего в нескольких метрах от пешеходного перехода С телесными повреждениями она была госпитализирована А на выходных пострадали девочки-близняшки, которые оказались под колесами авто на улице Советской областного центра В жлобине под колеса Сиат Толедо попал 55-летний мужчина Предварительно водитель выехал на зеленый сигнал светофора В результате пешеход с травмами попал в больницу В Гомеле начался суд по громкому делу над мужчиной, который в троллейбусе ранил ножом трех милиционеров Инцидент произошел еще в мае прошлого года Беглый преступник при попытке задержания серьезно ранил трех милиционеров и сбежал Правонарушителя обнаружили в районе Центрального парка Там он и попытался уйти вплавь через СОЖ На противоположном берегу его настигли бойцы ОМОН Им пришлось открыть огонь на поражение, прострелив беглецу обе ноги Искали одиноких и отнимали у них квартиры без шума и пыли Сотрудники ГУБОП задержали черных риэлторов, которые различными схемами лишали неблагополучных граждан недвижимости Пока по уголовному делу проходит пять человек, четверо мужчин и женщина У последних, к слову, пятеро детей Все фигуранты, как полагают сотрудники ГУБОПа, звенья одной цепи Они занимались на территории областного центра мошенничеством, подделкой документов и незаконным удержанием людей Следственный комитет продолжает расследование убийства 59-летнего таксиста, произошедшего в ночь с 18 на 19 января в Калинковичском районе Правоохранители поделились с корреспондентами программы «Де-факто» некоторыми подробностями и сообщили предполагаемый мотив совершения этого зверского поступка Но обо всем по порядку Утром 19 января этого года в лесном массиве на окраине Калинковичей произошло возгорание автомобиля такси Тревожные звонки один за другим стали поступать от местных жителей Пока бойцы МЧС занимались тушением пожара, сотрудники милиции предпринимали попытки созвониться с водителем Но телефон молчал Информация о последнем вызове и данные, полученные с GPS-навигатора, установленного в автомобиле такси, вели в деревню Гулевичи Населенный пункт расположен в пяти километрах от райцентра Опросив сельчан и обследовав окрестности деревни, милиционеры на пустыре обнаружили бездыханное тело водителя с многочисленными колото-резанными ранами В ходе оперативно-розных мероприятий было задержано лицо, подозреваемое в совершении данной злодеянии Это житель Калинковича, не работающий, 1993 года рождения Ранее не судимый, вместе с тем он привлекался неоднократно за совершение административных правонарушений Подозреваемого задержали по месту жительства в Калинковичах, всего в двухстах метрах от места, где была сожжена машина А до этого молодой человек спокойно пил пиво и наблюдал, как огонь уничтожает следы убийства, совершенного им этой ночью В ходе допроса подозреваемый пояснил следователям, что будучи в нетрезвом состоянии, он вызвал такси для того, чтобы совершить поездку домой В пути следования пассажир напал на водителя такси, причинив ему множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте происшествия Далее пассажир выбросил из салона автомобиля тело водителя и самостоятельно совершил поездку на автомобиле Когда автомобиль заглох, подозреваемый поджег его В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания Следователи устанавливают обстоятельства совершения преступления, его мотив, а также собирают доказательства Мотив это желание молодого человека жить красиво, нигде не работая, не зарабатывая деньги честным путем, а пользуясь благами, которые создают другие Этому свидетельствует то, что после совершения убийства наше виновное лицо подозреваемый На автомашине убитого поехал в город Мозырь к так называемым красивым местам Это клуб «Намбаван», это ресторан в припяти города Мозырь, где желание покрасоваться, наверное, было перед другими жителями или, возможно, своими знакомыми Для эффективного расследования уголовного дела создана следственная группа из числа сотрудников Калинковического районного отдела и Следственного управления УСК по Гомельской области К работе привлечены эксперты Государственного комитета судебных экспертиз Представьте ситуацию, вы приходите домой, двери открыты, а в вашей квартире кто-то побывал Все ценное вынесли, воры оставили на память лишь сломанный замок Это пример типичной кражи в регионе Наш корреспондент Алексей Немкевич попытался разобраться, какими приемами пользуются домушники Может ли пластиковое окно остановить вора и почему пожилые люди в зоне риска Они представляются соцработниками, газовщиками, продавцами или просто случайными прохожими, которые просят пить А затем у тех, кто открыл им двери, внезапно пропадают сбережения В январе преступления с подобной схемой стали все чаще происходить в нашем регионе Например, в Гомеле две женщины под видом медработников проникли в квартиру 80-летних супругов Пока одна гостья отвлекала мужчину разговорами, а вторая делала массаж его незрячей жене в другой комнате Именно оттуда и пропали накопления пенсионеров в размере около полутора тысяч долларов Раскрывать такие преступления сложно Жертвами злоумышленников становятся, как правило, пожилые, больные люди-инвалиды, которые легко поддаются внушению А из-за возраста не могут толком запомнить и описать подозреваемых Однако лишиться своего имущества можно и не открывая вору двери И таких примеров достаточно Преступники действовали слаженно и по уже неоднократно отработанному сценарию Они проникали в жилище, которое расположено на первом этаже Для этого доставали оконную раму Таким образом преступники попали в 12 квартир К слову, вынимались именно пластиковые окна Это не доставляло ворам никаких проблем Количество пострадавших росло, а преступники между тем оставались на свободе Сумма награбленного перевалила за 6 тысяч рублей В первую очередь словомышленники обращали внимание на денежные средства, ювелирные изделия и технику При похищении техники старались совершить хищение и документов на данную технику Чтобы в последующем лицам, которым они ее реализовывали Они могли предоставить данную технику как свою И у них не возникало сомнений в том, что это похищено Однако, несмотря на всю изобретательность, воры попались Оказалось, что серия краш – дело рук четырех человек Все они, жители города Гомеля, состоят между собой в дружеских отношениях Ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений На момент совершения преступления ни у одного из них судимость не была ни снята и ни погашена Еще одним лакомым куском для домушников являются дачи Из плохо охраняемых жилищ пропадают строительные материалы, бытовые электроприборы, инструменты Как правило, это происходит в осенне-зимний период Так, в дачном кооперативе в рочище Ларещева отсутствием хозяев воспользовалась 65-летняя пенсионерка Бабушка с большим уголовным стажем порядка 10 судимостей забирала с собой все, что попадается на глаза В ходе проведения проверки было установлено, что данная гражданка совершила хищение различных вещей с одного дачного дома и четырех хозпостроя По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь Как отмечают специалисты, зачастую воров не могут остановить ни металлические двери, ни хитроумные замки При определенной сноровке и наличии специальных приспособлений преступники попадают в жилище за считанные минуты Зачастую лишь после совершения преступного посягательства люди задумываются о необходимости более надежной защиты своего жилища Оборудовать свою квартиру, жилой дом, гараж, системами охранной сигнализации с подключением на пульт, централизованное наблюдение Подразделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь Отметим, что только за прошлый год в регионе было совершено 1895 краж из жилищ Из них 641 пришлась на квартиры, 985 частные дома и 234 на даче Алексей Немкевич, Андрей Иванов, специально для программы Дефакто Кража – это одни из самых распространенных правонарушений Опытный вор никогда не работает в своем районе, знает, что можно брать, что нельзя и где вести свой промысел Иногда от таких людей невозможно защититься, но не вести себя как приманка вполне реально О том, как сохранить свое имущество и не стать мишенью для грабителя Поговорим с заместителем начальника управления охраны правопорядка и профилактики управления внутренних дел Гомельского облсполкома Владимиром Канунниковым Владимир Владимирович, здравствуйте Здравствуйте, Александр Расскажите, к какому виду краш наиболее часто прибегают преступники, согласно статистике? Ну, хочу начать с того, что в целом криминогенная обстановка и в городе Гомель, и в области, и в республике, она достаточно спокойная На протяжении последних 10 лет у нас отмечается устойчивая тенденция к снижению количества преступлений в целом Поэтому ежегодно снижается количество краш, как составная часть общей преступности Так, если брать с 2007 года, у нас количество краж снизилось почти в 3,5 раза Это отрадно, это приятно, и жизнь стала, конечно, спокойнее, преступность снижается Если брать по структуре совершенных таких преступлений, как кражи, то более 40% это составляют кражи из жилищ В основном кражи из частных домов и из дач Из квартир у нас достаточно их немного Если говорить про кражи, которые совершаются на улицах, то, как правило, вор всегда оценивает свою жертву По каким критериям это происходит? Ну, жертвами краж в общественных местах чаще всего становятся люди, которые, ну, просто беспечно относятся к своему имуществу То есть оставляют сумочки, мобильные телефоны, какие-то гаджеты на столиках в кафе Часто бывают в магазинах, люди забывают кошельки, те же самые телефоны, когда перегружают покупки Вот такие, скажем так, предметы и становятся объектом кражи, как правило Кражи это одни из самых, ну, часто совершаемых преступлений не только у нас в стране, но и во всем мире Мы поинтересовались у гомельчан, как защититься от вора и случались ли вообще с ними кражи, давайте посмотрим С кражами не сталкивался лично сам, но, как посоветовать, обратиться в милицию для защиты своего имущества, недвижимости Ну, просто быть внимательным, я так считаю У меня кошельки, постоянно спрятать кошелек, застегнуть сумку, вот, и тогда, мне кажется, все будет нормально У меня обокрали подвал, один раз на Садовой, один раз на Рогачевской Что вынесли тогда? На Садовой не помню, что вынесли, по-моему, что-то из еды А вот на Рогачевской вынесли весь инструмент А еду не тронули Но, это кто знал, тот и залез Деньги воровали Много? Ну, это были далеко, в 90-х годах Поэтому сумма была большая Как вы это пережили? Служновато тогда было, тогда было очень сложно Ну, все равно пережили, иначе двигаться дальше, что делать? Муж ушел в кладовку, поднялся в полэтажа К нам зашли и увели, до сих пор вот милиция ищет А что увели? Золото, бриллики, да Слушайте, ну тогда вы скажете, как защитить свое имущество от вора? Нет, так у нас и сигнализация была, но он был просто, вот кто-то, видно, на площадке стоял, или кто-то, я не знаю Нельзя открывать дверь посторонним, даже если говорят, что это милиция, в любом случае надо проверить удостоверение за закрытой дверью То есть не открывать дверь посторонним, ну если ты, как бы, такой здоровенький, который может за себя постоять, то, в принципе, можно, но нежелательно Не рассказывать никому, что у тебя там капитал лежит Не ходить и всем не хвалиться, не хвастаться Вообще мне говорите, где деньги лежат? Да, они все равно найдут, если они узнают, что они у них есть Если придут, то куда они прячут, они все равно найдут А если серьезно, есть способы какие-то надежные? Ну, банк, в недвижимость, вот, ну, ну, вот и все Если вор хочет украсть, он украдет Защитить себя невозможно Ну, вот такие самые разные мнения людей, некоторым даже сигнализация не помогла, как говорила эта женщина Что можете дополнить по этому поводу? Ну, дополнить хочу напомнить известное выражение Фрэнса Бекона Возможность украсть создает вора Поэтому часто и в большинстве случаев именно беспечность самих людей, так сказать, подталкивает других людей взять то, что, ну, говоря простым языком, то, что плохо лежит И квартира, оборудованная средствами охранной сигнализации, она может не спасти от вора только в том случае, если жильцы оставляют свою квартиру открытую без присмотра Вот как в этом случае Да, как в данном случае и было Потому что, в принципе, все объекты, все квартиры, которые задаются по сигнализации, там краж из этих квартир не совершается Беспечность – это вообще идеальное условие для вора, и часто эту беспечность проявляют владельцы машин Какова у нас ситуация по кражам из автомобилей? Ну, в целом, как и общее количество преступностей, как и общее количество краж, количество краж из автомобилей в истекшем году снизилось более чем на 16% Ну, вот хочу добавить, как я уже в начале нашей программы говорил, у нас криминогенная обстановка очень спокойная На самом деле, за последние десятилетия на улицах стало спокойнее, меньше совершаются преступлений И люди стали более беспечными и, как бы сказать, даже больше немножко разбаловались И вот такая сейчас проблема, на самом деле, мы сталкиваемся постоянно, что люди просто не закрывают даже свой автомобиль То есть вставляют под домом, не закрывают, забывают или так, и идут домой И, ну, соответственно, кто-то может идти, увидеть, что автомобиль не закрыт, или обратить внимание, что человек не закрыл И просто открывают и берут то, что в машине То есть человек 2-3 месяца может так вот периодически забывать, не закрывать, но когда-нибудь кто-то обратит внимание Да, ну, просто человек живет во дворе многоэтажном, он видит, что там особо ничего не происходит, преступление не совершается И как бы теряют бдительность При этом часто люди оставляют в машинах личные документы, деньги, какие-то ценные вещи, инструменты и так далее И вот такие преступления, да, они определенную проблему составляют Но, опять-таки, это связано, в первую очередь, с тем, что сами владельцы не заботятся о своем имуществе Поэтому, ну, рекомендации могу дать, если есть недалеко где-нибудь от дома платная стоянка, автостоянка Это такой наиболее приемлемый вариант для сохранности автомобиля, для сохранности имущества Либо в гаражный кооператив, ну, либо, если только возможности нет, то автомобильная сигнализация Статистика по кражам всегда пополняется новыми фактами весной, но они обычно происходят зимой Я сейчас имею в виду хищение из дачных кооперативов Как людям защитить свои дачные домики? Ну, в самом деле, проблема такая есть Не могу сказать, что прямо вал идет преступлений В прошлом году у нас совершено 234 кражи из дачных домов Это меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года Тем не менее, как правильно заметили, часто люди приезжают на дачу только летом На зиму дачный дом закрывают И приезжая уже весной, к началу нового дачного сезона Обнаружат, что, условно говоря, в период с осени по весны Какое-то имущество пропало и дверь вскрыта Так, к примеру, 21 января было возбуждено уголовное дело по факту кражи В одном из дачных кооперативов Будокошелевского района Из дома дачного был похищен велосипед и электрическая плита Преступник был установлен достаточно оперативно И он пояснил, что определяющим фактором при выборе домовладения Которого он совершил кражу Была именно слабая техническая укрепленность То есть, ну, мы с вами прекрасно понимаем Что есть люди, которые ведут антиобщественный образ жизни Не хотят работать, где-то спиртным злоупотребляют И такие люди, они ходят по этим кооперативам Смотрят домик, где слабые окна, слабые двери И, соответственно, пытаются там забраться И что-то вынести, хоть какую-нибудь банку закаток Хоть что-нибудь, что оттуда можно убрать Поэтому управление внутренних дел Рекомендует оборудовать окна и двери Своих дачных домов решетками Ставить крепкие двери, крепкие замки А если вы являетесь членом дачного кооператива Садоводческого товарищества То, конечно же, оптимальный вариант Это ограждение Это сторожевая охрана И хорошее освещение У нас, в принципе, в тех дачных кооперативах Где работает сторож Где хорошие заборы Где освещение К правилу, там преступники не лазят Потому что, ну, никто не хочет быть пойман Очень часто кражи также происходят и на лестничных площадках Вот приведу пример из личной жизни На нашем этаже есть смежное подсобное помещение Недавно оттуда чуть не увели велосипеды Сосед спугнул Как застраховаться от подобных случаев? Ну, лично вы, Александр, уже застраховались сегодня Так как заполнили карточку базы данных велосипед Значит, ну, в первую очередь хочу сказать Что у ВД Гомельского областполкома Имеется единая база данных Называется АИС-велосипед Любой желающий может поставить свой велосипед Туда на учет Для этого просто можете обратиться в дежурную часть милиции Можете звонить с вашим участковым Там в удобное для вас время с ним встретиться Это буквально 5 минут занимает Заполняется карточка Она вносится в электронный банк данных И потом, если что с вашим имуществом случилось Ну, это очень облегчает его поиск И если, скажем так, преступник найден То мы можем идентифицировать Что это ваше имущество И мы его вернуть На самом деле, такие случаи часто бывают Вот Также хочу сказать, что основными предметами Именно преступного посягательства Из подъезда в жилых домах Из тамбров Именно являются в основном велосипеды Опять-таки По причине того, что Как я уже сказал Достаточно спокойная криминогенная обстановка Очень часто случаи Что люди просто оставляют Просто кидают в подъездах Кидают в тамбрах Те велосипеды Никак не обезопасив себя Думая, что вот подъезд закрывается на домофон Никто ничего не возьмет Но и, к сожалению Такие, естественно, велосипеды становятся Предметом преступного Объектом преступного посягательства Поэтому здесь Чтобы снизить риски краж Ну, кроме постановки на учет В милиции Воис велосипед Также Рекомендую не оставлять велосипед без присмотра Всегда, если вы его где-то оставляете Пользоваться специальными велосипедными тросами И пристегивать велосипед Когда вы пристегиваете Желательно пристегивать и за колесо, и за раму Если длина позволяет Лучше за два колеса И за раму Чтобы велосипед не мог ехать Чтобы не могли Если-то бывает и колеса снимают Такие случаи тоже бывают Ну и, конечно же, рекомендую Не оставлять велосипеды Если есть возможность Не оставлять ни в подъездах Не оставлять ни в подсобных помещениях Желательно это Найти какое-то место в квартире Может быть, балкон Какая-нибудь подсобка Или какое-нибудь помещение Вот постановка на учет Что она дает? Согласно этой базе данных Удалось ли повысить раскрываемость Данных видов краж? Безусловно Ну, во-первых, каждый сотрудник милиции Он, скажем так Человек, который уже прослужил Определенное время в органах внутренних дел Обладает определенными профессиональными Специфическими качествами И у нас масса преступлений Раскрывалась просто Например, наряд патрульной службы Сотрудники уголовного розыска Участкового инспектора милиции Ну, идет человек подозрительной внешности Скажем так Едет на хорошем велосипеде Или ведет его Естественно, человек может быть остановлен И сразу при осмотре этого велосипеда Его характерные приметы В дежурной части пробьется этот велосипед И будет установлено, кому он принадлежит Если он внесен в базу данных АИС-велосипед И был похищен Естественно, тут уже очевидно Что это преступник Это похищенное имущество Которое мы можем вернуть законному владельцу Опять-таки, бывают случаи Что задерживаем преступника При обысках обнаруживают различные предметы Могут быть, допустим, у него где-нибудь там На даче в доме несколько велосипедов Достаточно проблематично выяснить, чьи они Опять-таки, с помощью этой базы Сразу мы можем выяснить владельца Вернуть ему похищенное имущество Владимир Владимирович, большое вам спасибо За ваше мнение, совет и конструктивный разговор Спасибо, Александр Вместе с заместителем начальника управления охраны правопорядка И профилактики управления внутренних дел Гомельского облсполкома Владимиром Канунниковым Мы обсуждали, как защитить свое имущество И не стать мишенью для вора Далее по эфиру рубрика Как не проявить мастерство вождения, если на пути оказалось священное животное В Индии водитель грузовика развернул машину на 180 градусов Когда у него на пути внезапно оказалась корова Наезд был неминуем, но мужчина виртуозно его избежал После торможения цистерну стала разворачивать Однако водитель смог удержать грузовик на колесах Вышло красиво В Канаде с рельсов сошел грузовой поезд В Соскочеване недалеко от переезда Опрокинулся локомотив и несколько грузовых вагонов Поезд перевозил зерно После крушения вылилось много солярки После чего она воспламенилась и загорелся тягач Лишь спустя три часа спасатели смогли ликвидировать возгорание А это кадры из России Поезд на переезде с рельсов не сошел Зато дал такой пинок грузовику, застрявшему на путях Что тут сорвался с места и врезался в фуру дальнобойщика Очевидцем стал водитель джипа и его пассажир Они вовремя успели дать задний ход А иначе оказались бы в тисках между двумя большегрузами Шокирующие кадры из Южной Кореи На подъезде к городу Сан-Нам В тоннеле два самосвала в хлам раздавили легковушку Водитель первого грузовика не сразу заметил, что движение замедляется А когда стал тормозить, было поздно Его машина проехалась по легковушке, в которой находились пять человек И раздавила автомобиль, разорвав его на части Повторный наезд совершил грузовик, который ехал позади Один человек погиб, четверо в больнице Во Вьетнаме женщина едва избежала наезда автомобиля За секунду до происшествия она сделала шаг назад И это спасло ей жизнь Лихач сбил скутер и проехал от девушки в нескольких сантиметрах Она упала, но тут же смогла подняться А это кадры из восточного Китая Водитель легковушки плавно съехал на обочину Пересчитал на ней деревья и едва не сбил местного дворника Автомобиль был в паре сантиметров от мужчины Ни дворник, ни водитель не получили серьезных травм Как вытащить слона из трехметрового колодца Это теперь знают жители одного из южных штатов Индии В Тамиланде они спасли жизнь почитаемого в этой стране животного Одними веревками дело не спорилось И тогда на помощь пришел экскаватор Сначала он выкопал пологую яму возле внешней стены колодца А затем прорубил в кирпичной кладке проход Слон настолько обессилел, что выправшись из-за подни Еще долго лежал без движения Но потом собрался духом и поднялся вверх по склону В благодарность он нежно потерся головой о колесо экскаватора А это кадры задержания пассажира Который на этой неделе пытался угнать самолет рейсом Сургут-Москва 41-летний житель Сургутского района Павел Шаповалов Прославился на всю Россию тем, что во время полета Потребовал развернуть борт в Афганистан Пилоты посадили самолет в аэропорту Ханты-Мансийска для дозаправки Пассажирский Боинг простоял там два часа И как только стемнело, силовики провели захват угонщика До этого он угрожал экипажу самолета применением оружия Но такового у него при себе не оказалось На допросе мужчина сказал, что по большому счету В Афганистане ему было не нужно Да и вообще не смог внятно объяснить, зачем все это затеял За плечами у угонщика есть судимость В Китае бык напал на женщину прямо в закусочной Он пробил входную дверь, ударил женщину рогами Снес столы и стулья, а вместе с ними и клиента заведения На помощь поспешил хозяин животного Но оттаскивать быка не пришлось Он сам развернулся и вышел из разгромленной закусочной Как ни в чем не бывало Возможно, на него так подействовала красная куртка Которая была на пострадавшей Мгновенная карма для вора В Индии на станции метро Два грабителя украли у пассажира мобильный телефон И сиганули на пути перед приближавшимся поездом Но один успел перебежать рельсы А другой споткнулся и попал прямо под состав Руки ноги не отрезало, но сильно ударило колесной парой После того, как поезд отъехал Люди вытащили грабителя на перрон и вызвали скорую Редкий зимний торнадо разрушил поселок в штате Алабама, США Вот кадры с беспилотника Разрушенные дома, поваленные деревья, перевернутые автомобили Торнадо оказался не только редким, но и невероятно сильным Срывал крыши с домов, как спички, ломал деревья и уничтожал имущество людей Жители этого местечка не смогли припомнить за свою жизнь подобного Торнадо зашел к ним в гости 19 января Такими событиями запомнилась уходящая неделя Нашим корреспондентам на сегодня все Увидимся в это же время ровно через неделю До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова